Вы вчера вечером записывали сообщение по поводу того, что происходит в Курской области, которое мы, разумеется, все сразу же расшарили, потому что действительно должна быть информация из первых уст, особенно в нынешних условиях, когда колоссальное число просто информационно-психологических взбросов. Что у нас на утро среды в регионе? Ну, сегодня мы должны, наверное, констатировать, несколько приграничных населенных пунктов находятся, ну, в них находятся бойцы украинских формирований, то есть получается, что они смогли зайти в эти населенные пункты. Ведется активная работа по уничтожению данных формирований, которые просочились в эти населенные пункты, надо отметить, что все-таки достаточно-таки хорошие, получается, силы они собрали и ударили на этом участке. Получается, они прошли между, наверное, опорными пунктами, получается, ну, очень большие расстояния у нас между опорными пунктами, потому что, ну, сами понимаете, что даже для тех жителей России, которые смотрят, вот, интернет, ресурсы, вот, телевидение, у них все время встают вопросы, почему, типа, кто-то прошел, почему кого-то не остановили. Невозможно на протяжении участка 1200 километров в общей сложности посадить людей, чтобы они сидели, вот, друг за другу, держась руками. Поэтому получилось так, что противник ударил, прошел, получается, на определенном участке, некоторые населенные пункты, они заняты противником, в нем находится противник. Ну, активная работа, она ведется. Если вы помните, еще месяца два назад я говорил о том, что мы все готовимся к тому решающему бою. То есть, надо констатировать, что если мы сейчас уже уничтожим вот эти ресурсы противника, которые он собрал, в принципе, больше ему уже против нас будет нечего противопоставить. Это его самые крайние, последние резервы, все, что он смог нашкрести. Вот как раз вот наша с вами задача – все собрать в одно, как говорится, в один кулак, уже размыть и уничтожить вот эти ресурсы. К сожалению, конечно, ситуация такова, что на данный момент эти вот ресурсы нам надо уничтожать уже на территории Российской Федерации. Ну, как бы оно ни было, при любом раскладе вопрос о том, что завершится это все уничтожением этих сил и средств, он абсолютно не стоит, потому что у нас достаточно-таки много ресурсов сил и средств, которые могут эту работу сделать. Ну, примерно так вот. Как-то помочь его хозяевам. То есть, получается, что он собирает последние ресурсы, сколачивает из них определенный кулак и бросается, ну, как мотылёк на огонь, наверное, назовём это так. Потому что даже те люди, которые сейчас пошли в этот контр-так называемый наступ, даже они прекрасно понимают, что шансов на то, чтобы что-то серьёзное сделать, у них реально нет. Тут ещё надо посчитать в эту же таблицу то, что происходит на фронте на ЧАС-Авиярском направлении, то есть Донецкое направление в общей сложности. Мы с вами видим, что реально фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они ещё что-то могут. Ну и, понятное дело, чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Ну, понятное дело, на атомную электростанцию, там рассчитывать у них такого ресурса нету, как бы они не хотели. Ну и я так думаю, что в общей сложности картина такова, что всё вот это сложилось в одну кучу. И Зеленский решил, я так понимаю, израсходовать последний свой ресурс, собрав его, как говорится, и бросив вот на этот участок. Нам с вами остаётся только ждать результатов наших служб, которые непосредственно на это направление направлены, нацелены. Ну, в свою очередь, что я могу сказать? Большая часть тех направлений, куда бы противник мог броситься, даже вот тоже белгородское направление, я хочу сказать, что достаточно-таки серьёзно, наверное, оно, скажем так, укреплено на сегодняшний день. Противник, понятное дело, нанося этот удар именно по Курской области, естественно, тоже провёл хороший анализ и ударил там, где слабо. То есть слабее, чем где бы то ни было. Анализ проводит же не сама украинская разведка, это, получается, все американские службы, спутники, весь колхоз, получается, нацелены на то, чтобы помогать Украине совершать вот этот вот последний отчаянный жест, как говорится. Ну, смотрите, вот и вы, и все, кто слушает нас, они должны понять одну вещь. Что бы кто ни предпринимал, что бы сейчас ни происходило, это особо значения не имеет. Единственное, что, да, жалко, что всё это происходит, значит, на территории Российской Федерации. Жалко, что погибают ни в чём не повинные мирные жители Российской Федерации. Это всё есть. Но как бы оно ни было, мы с вами увидим уже в ближайшие месяцы, до конца этого года, завершение этого конфликта полным проигрышем украинских формирований. Причём большая часть сил и средств, которые у них на сегодняшний день есть, они будут уничтожены. Поэтому нам с вами, опять повторюсь, надо всем набраться терпения и посмотреть, как будут работать вооружённые силы Российской Федерации, выполняя свои функциональные обязанности таким образом, что противник получит по заслугам.